Привет! Чем они там занимаются? Брейнштормят идеи и гипотезы. Пойдем покажем. Прокачайся в продакт-менеджменте с колес апгрейд. Привет! Меня зовут Олег и я продакт-менеджер. Брейншторм – это командный способ генерации идей, который используется для поиска решений. Вся команда собирается вместе за кофе, каждый предлагает решение по улучшению продукта и вы вместе выбираете то, над чем будете работать. В прошлый раз рассказывали о том, как собирать симптомы, на примере приложения по доставке еды, где нужно было вырастить количество заказов на 40% за квартал или парт. Но цель не была достигнута и теперь команда собралась на Брейншторм, чтобы собрать гипотезы, которые мы будем проверять для достижения цели. У команды есть несколько симптомов, которые мы получили из исследований. Наш аналитик изучил действия пользователей в приложениях и увидел, что только 20% пользователей переходят в меню, остальные просто смотрят в главный экран. Гипотезы – это наши предположения и догадки, которые нужно доказать. Вот как выглядит штурм гипотез. Клиент не видит кнопку меню, потому что у нас яркая реклама на главном экране. Клиенты посчитали наши цены завышенными, посмотрели меню, но не совершили заказ. Там кнопка меню сломалась, не открывает меню. Но люди не знают, что в приложении можно сделать заказ и мы привезем еду к ним домой. А давайте кнопку покрасим в яркий цвет. А в чем гипотеза? Часто люди путают штурм гипотез, штурм решений и приносят на штурм гипотез решения, и наоборот. Штурм гипотез используется, когда нет ни одного предположения, в чем именно проблема, но есть сигналы о том, что что-то не так. Клиент не видит кнопку в меню и из-за этого не совершает покупку. Штурм решений используется, когда есть конкретная проблема или гипотеза, но нет идей для решения. Представим, что мы разобрались и поняли, в чем проблема. Интерфейс приложения сложный и не интуитивный. Но у нас нет идеи, как решить эту проблему. Поэтому собираемся с командой на штурм решений. По итогу мы получаем список возможных решений нашей проблемы. Теперь нам нужно выбрать самое эффективное из них. В этом нам поможет приоритизация. Об этом поговорим в следующих видео. Подписывайся, ставь лайки и делись этим видео.